Дамы и господа, все ближе и ближе к главной бои сегодняшнего вечера. А сейчас вашему вниманию поединок в легчайшем весе и в красный угол. Добро пожаловать, боец из Кыргызстана, Азизбек Талинтек! Итак, следующий поединок сегодняшнего дня, весовая категория до 63 килограммов, Азизбек Келдибек. Кыргызстан приглашается на арену, три победы, одно поражение. Его профессиональный рекорд, начал он свою карьеру в 2019 году, три победы подряд у него было, но свой последний поединок проиграл Хасану Бесултанову, было это в декабре 2020 года. Работает он преимущественно с дистанции, любит выбрасывать хайкики, не самый при этом быстрый боец в мире, его стихия это больше такой размеренный бой, и я думаю, что Александр Лунев может этим воспользоваться сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать боец из России! Встречайте, Александр Неудержимый Фуньев! Ну что ж, Александр Лунев выходит в клетку. На великолепной серии из шести побед подряд он идет, начал свою карьеру в 2018 году. И последний поединок на текущий момент проводил 11 июня в прошлом году, где поймал на треугольник Евгения Слепцова. Еще какая любопытная деталь в рекорде этого бойца, то что три победы из шести он одержал над одним и тем же соперником в рамках разных турниров над шагбосом Шарифовым. И дважды ловил на армбар и один раз на треугольник. Да, при этом отличная у него боксерская техника. И, как ты уже сказал, Вадим, отменные переводы и отменные навыки партера. Проводит сабмишины вот в поединке с Бахтоваром Халифаевым на ММА серии 22. Перевел соперника в партер, при этом до этого работал очень здорово в стойке. Ну и, как мне кажется, фаворит в этом поединке именно Александр Лунев. Представляю вам соперников и первым бойцам в красном углу. Его 19 лет, рост 173 см, вес 61 кг. Профессиональный рекорд, три победы, одно поражение, дамы и господа. Представляющий Кыргызстан, Фатон, Азизбек, Калипе. А вот и его заберник в синем углу. Ему 19 лет, рост 170 см, вес 61 кг ровно. Его прекрасный профессиональный рекорд, шесть побед, ни одного поражения, дамы и господа. Ведомый чемпионом мира по вольной борьбе Алексеем Шеваровым. И двукратным чемпионом мира по боевому самбо Дмитрием Заболотным, не знающий поражений из Калининградской области России, Фатон Александр, неудержимый футов. Рефери Максим Протасов. Итак, Александр Лунев в перчатках с синей тейпировкой, Азизбек Келдибек в перчатках с красной. Первый раунд. Ну и сразу же Александр Лунев, как и подобает фавориту, начинает первым номером работать. Активно вот так перемещается. Ну пока присматривается больше к сопернику. Да, и вот продолжая, скажем так, описывать все подвиги в клетке у Александра Лунева, все шесть побед, все сабмишинами, то есть это все до срочки. Да, очень. Ни один поединок пока что не доходил до решения. Талантливый парень. Ну и при этом, как я уже говорил, великолепно чувствует себя в стойке. Да, его так достаточно легко затаскивает в партер он оппонента. Келдибека Улу. Корпус голова. Стандартная работа в такой ситуации. Закрывается гард. Ну и работа в партере. Посмотрим, что Келдибек постарается здесь сделать. Что противопоставит Александру Луневу, более опытному спортсмену. Сумеет ли сдержать его натиски. Подключает локоть Азизбек Келдибек периодически. Подняться пока не получается. Пытается развернуться, выйти из-под контроля соперника. Келдибек не отпускает его. Лунев. Корпус голова снова начинает набрасывать. Да, вот здорово, здорово работает здесь Александр Лунев, но пока не применяет свои главные козыри. Не стремится выйти в маунт и дальше работать. Пока его все устраивает в гарде. Снова по корпусу пробивает Лунев и снова переводит на голову. И локтями отбивается Келдибек. Закрывает гард. Да, и вот уже говорят секунданты Лунева, что надо бы и обойти защиту. Хватит уже в гарде отрабатывать. Потому что по большому счету веса не самые большие. И вот корпус голова, в принципе, соперник может терпеть вплоть до конца раунда. Да, что, собственно, мы сегодня и видели. В нескольких поединках. Но я думаю, что Александр Лунев это боец, который в любом случае стремится к досрочной победе всегда. И будет именно следовать своему геймплану. Да, и вот сейчас, подхватывая обе ноги, таким образом попробовал обойти оборону. Александр Лунев, но получилось это, скажем так, не сразу. Да, и вот посмотрите, опасная позиция. Келдибек набросил ноги, но выбирается. Хорошо, хорошо сейчас Келдибек работает корпусом, разворачиваясь, двигая тазом. И вот таким образом он не подпускает, он не дает обойти свои бастионы в виде ног. Да, всячески пытается сделать ловушки для соперника, чтобы тот туда забрел. Но при этом опытный Александр Лунев все видит, все понимает и очень аккуратно работает. Преодолевая барьер за барьером. Халгард. Корпус, голова снова. Ну вот говорят сейчас угловые, что нужно локти включать Александру Луневу. Подключает колено сейчас Лунев. Тридцать секунд до конца первого раунда. Снова закрывается гард. Хорошо защищается Келдибек. Да, сегодня у нас как-то все поединки именно вот проходят преимущественно в гарде. Да, понятно, что Келдибеку это не позволяет выигрывать раунд, но тем не менее и затащить себя на сабмишинг с соперником, который удосрочил всех своих предыдущих оппонентов, это пока что тоже помогает. Итак, первый раунд завершен, он прошел под контролем Александра Лунева, но посмотрим, посмотрим, каким будет второй раунд. Азизбек Келдибек действительно удивил нас своей хорошей защитой в партере и показывает, что поединок не такой уж и односторонний. Да, едва не попался на треугольник в одном из эпизодов Александр Лунев. Так что даже обходя защиту, здесь нужно, конечно, быть очень осторожным к представителю России. Итак, продолжается поединок. Александр Лунев против Азизбека Келдибека. И вот попытался сейчас Азизбек достать хайкиком Александра Лунева, но не получилось. Джеб от Александра точно в голову и проход очередной в ноги поймал соперника, когда тот наносил удар. И снова закрывает гард Келдибек. Ну что ж, посмотрим, сумеет ли Александр Лунев преодолеть гард сейчас и работать уже в более выгодной позиции. В первом раунде у него не получилось это сделать, но, тем не менее, первый раунд, как мы уже сказали, он все равно забрал. 28 точных попаданий у Лунева на данный момент и 2 у Келдибека. Поднимается Александр Лунев. Нет, не получилось обойти ноги. Снова в открытом гарде он продолжает дорабатывать. Опять корпус голова. Несколько ударов локтем сейчас проходит у Азизбека Келдибека. Отжимает сейчас Келдибек, но не до конца и по-прежнему контролирует все Александр Лунев. Снова была попытка все-таки обойти защиту и вот наконец-то впервые в этом поединке выходит на боковой контроль Александр Лунев. Но тут опять же не дает до конца завершить задуманное и снова вернул в гард Келдибек своего соперника. Пытается тут и треугольники запускать. И вот, кстати, в те несколько секунд, когда выходил на сайт контроль Александр Лунев, как своевременно Келдибек выставил локоть и не дал до конца залезть. И сейчас пытается сбрасывать, немножечко послымить Александр Лунев. Ну, такой вот неуступчивый оппонент. Да, но и при этом Азизбек Келдибек показывает нам, что владеет он навыками партера в должной степени и при этом не дает просто против себя ничего сделать, даже должным образом не может приложиться Александр Лунев, несмотря на то, что выигрывает позиционно. Да, Лунев укладывает на лопатки, а вот более существенного эффекта пока что добиться не удается, да, то есть нанести необходимый ущерб или же выйти на болевой или удушающий. Продолжается схватка. Тут и обкиками пробует в ответ работать Келдибек. То есть Келдибек, он не просто защищается, он пытается найти какие-то решения, да, в этой связи. Да, не отлеживается. Да, и по возможности как-то ошарашить своего соперника. Подключает локоть снова Азизбек Келдибек. Ну и вот Александр заряжает снова боковой удар и так же по корпусу полторы минуты еще во втором раунде работать. Опять выбрасывает локоть Келдибек. Но несмотря на то, что позиционно выигрывает этот раунд, как и первый Александр Лунев, пока мы видим, что есть шансы у Азизбека в этом поединке. Определенно есть. Поднимается в стойку и вот интересно посмотреть. Нет, предпочитает не затягивать это дело в размене Александр Лунев. При первой же попытке опять идет в ногу. Вот интересно, впервые... Хай-кик хороший сейчас прошел. Да, да, хорошо попал и фронт-киком с передней ноги пробует отвечать Александр Лунев. Смотрите, что происходит. Сам Келдибек идет в борьбу и теперь уже поменялись они ролями. Правда, полминуты остается до конца второго раунда. Да, видно, что не так много сил потратил Азизбек, как, например, Александр. Посвеже в концовке второго раунда смотрелся. И за счет этого сумел перевести соперника на конвас. Но Александр здесь полностью сковывает его действия, движения. И таким образом не дает ничего сделать. 15 секунд до конца второго раунда. Удар справа проходит у Келдибека. Вот это да, вот это концовка. От представителя Киргизии. Окончен раунд. И еще ничего не ясно в этом противостоянии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА